Девушки отдыхают Девушки отдыхают Экспериментируя с этим революционным типом самолетов Леонардо да Винчи задумывал свой планер, используя конструкцию в виде крыла И сделал это, создав планер без хвоста Иго Этрих, представляя свой планер в 1906 году, предлагал ту же идею Хуго Йонкерс запатентовал известную концепцию летающего крыла в 1910 J-1000 это его попытка сделать крыловидную конструкцию общепринятой Предполагается, что сотни пассажиров прекрасно разместятся на борту, в удобных кабинах, в крыльях, при размахе крыла около 260 футов J-1000 далеко опередил свое время Но из-за малого числа пассажирских мест он так и остался мечтой С годами общая конструкция получила дальнейшее совершенствование, дойдя до собственной технологии СТАС Идея состоит в том, чтобы отклонить излучение радара с помощью угловых поверхностей Так, чтобы отражение было слабо Такой же эффект наблюдается в бриллиантах Когда на них падает луч света, они отражают его во всех направлениях В середине 80-х годов эти знания привели к созданию совершенно секретной программы для Lockheed F-117 В 1990-м этот самолет впервые был показан официально Война в заливе доказала, что F-117 — самый эффективный истребитель в военно-воздушных силах США Во время операции в пустыне эти черные птицы осуществили более 1300 вылетов Поскольку отражение от них на экране локатора соответствует цели размером с мяч для гольфа Самолет практически невидим для иракских систем обороны Но конструкция «Стелс» делает неблагоприятными аэродинамические характеристики F-117 Поэтому его окрестили «Виляющим домовым» Только суперкомпьютер дает возможность самолету лететь Но не только самолеты становятся как бы невидимками Смидж — экспериментальное судно, построенное по технологии «Стелс» для шведских военно-морских сил Оно имеет форму бриллианта и покрыто пластиком Это делает его практически невидимым на экране любого радара Знания, приобретенные при строительстве «Смиджа», используются для конструирования YS-2000 «Стелс Корвет» Который будет запущен где-то в третьем тысячелетии Даже предназначенный для него вертолет паркуется под главной палубой Делается все, чтобы уменьшить отражение, которое смогут принять системы радиолокации Принцип маскировки еще более строго применяется в американском проекте «Си Шэдоу» — «Морская тень» Несмотря на удачные испытания, адмиралы Соединенных Штатов отклонили высокотехнологичный проект На том основании, что на самом деле это не корабль Наоборот, «Спирит» типа Б-2 высоко оценен военными Два таких самолета с командой всего из четырех человек могут выполнять работу 75 обычных самолетов Для опробования новых двигателей, материалов и специального электронного оборудования американцы начали испытания совершенно секретного экспериментального самолета в 1982 году Его название — «Эсидблю» Министерство обороны США только недавно рассекретило эти фотографии Имея размах крыла более 70 футов, бомбардировщик Б-2 является самым большим самолетом крыловидной формы Когда-либо производившимся серийно Конструирование осуществлялось с использованием трехмерных компьютерных программ Даже для окрашивания используется секретная смесь, уменьшающая радиолокационные отражения Огромный самолет на экране радара представляется маленьким, как чайка С единственной дозаправкой он может достичь за 24 часа любой точки на земле В своих бомбовых люках он несет до 20 тонн оружия Такая эффективность делает Б-2 устрашающим оружие Но встает вопрос о цене 500 миллионов долларов США Это модель X-36 Экспериментальный самолет с дистанционным управлением, конструированный, чтобы стать истребителем будущего Он сочетает характеристики самолета «Стелс» с фюзеляжем в виде крыла со стройной формой традиционных самолетов Преимущества такой системы управления самолетом уже получили оценку в тестовых программах НАСА X-36 обладает высокой маневренностью Этот фактор даст им огромные преимущества в будущем Дальнейший шаг — идея создания беспилотного самолета «Дарк Стар» — «Темная звезда» Используя замечательные характеристики «Стелс» Этот беспилотный самолет создан, чтобы получать с высоким разрешением фотографии места, где происходят очень тяжелые сражения Применение данных, получаемых с помощью «Дарк Стар» должно сочетаться с использованием приемника бомбардировщика Б-2 Возможно, в будущем пилоты вообще будут находиться на земле, а в руках у них будут только рычаги управления Применение данных, получаемых с Axis Применение данных